Всем привет! Сегодня мы поговорим, кому нужно отказаться от арбуза. Вы узнаете, кому полезен и вреден эта ягода. Так что устраивайтесь поудобнее, подпишитесь на канал, если не подписаны, и ставьте палец вверх. Пользу арбуза сложно переоценить, особенно в жару, если он выбран правильно. В противном случае арбуз может причинить вред здоровью как детей, так и взрослых. Так чем может быть вреден и полезен арбуз? И кому нельзя есть эту летнюю ягоду? Ягода или тыквина. Традиционно арбузы считают ягодой самой крупной и сочной, но до сих пор некоторые биологи спорят. Одни называют его ложной ягодой, другие – тыквиной. И полного понимания нет. Родиной арбузов является Африка, поэтому для нормального роста этих ягод нужна жара. На территории Африки до сих пор растут дикие арбузы, которые мало чем похожи на культурные растения. Ранее мякоть арбузов была бледно-розовая, а привычные ягоды с красной мякотью появились лишь XX века. Об этой ценной ягоде знали ещё в древности. В усыпальницах фараонов были обнаружены семена арбузов на стенных росписях упоминания об этой сочной ягоде. Только в X веке эта ягода распространилась в Китай, а на территории России они появились лишь в XIII и XIV веке. Эти ягоды культивировались во многих странах мира и до сих пор часто проводятся фестивали и поставлены даже памятники. Что и не мудрено, ведь плоды имеют неповторимый сладкий вкус, обладают целым списком полезных качеств, используются в традиционной медицине, не говоря уже про возможности использования в кулинарии и искусстве карвинга. Чем ещё полезны арбузы? На 90% арбуз это вода, поэтому они так полезны в жару, так как утоляют жажду. А его сладкий вкус так нравится детям и отлично заменяет сладкие газировки и соки. В арбузах практически нет белка, жиров, но здесь очень много углеводов, дающих энергию. Взрослым во время интенсивных тренировок, детям, играющим на улице, ломтик арбуза или немного смузи, позволит быстро восполнить запасы воды и даёт энергию для дальнейших свершений. Арбуз – ценный источник ликопинопигмента и предшественника витамина, но в ходе биохимических процессов он не превращается в витамин, а продолжает действовать как антиоксидант. Ликопин нейтрализует действие свободных радикалов, что позволяет сдерживать старение и не только. В мякоти арбуза большое количество фолиевой кислоты, которая очень важна для репродуктивного здоровья мужчин и женщин, особенно на этапе планирования беременности. Эта кислота очень важна и для состояния кожи. Для детей фолиевая кислота очень полезна, ведь она необходима для развития и созревания нервной системы. За счёт большой концентрации магния арбузы очень полезны пациентам, страдающим от болезней сердечно-сосудистой системы. Этот элемент улучшает работу нервных и мышечных волокон и особенно рекомендован пациентам, подверженным стрессам и депрессии. В мякоти арбуза есть и цитрулин-вещество, которое способствует расширению кровеносных сосудов, усиливает либидо. Поэтому арбузы рекомендованы мужчинам для улучшения своей интимной жизни. Арбузы обладают выраженным мочегонным эффектом, то есть способствуют выведению лишней жидкости. Но это не только вода, арбузы дают чувство насыщения, поэтому именно в августе-сентябре повышается популярность арбузной диеты. Арбузные семечки, в сравнении с мякотью, ещё более полезные и ценные источники. В них большая концентрация фолиевой и никотиновой кислоты магния. Но такие семечки лучше употреблять в пищу подсушенными. Арбузы и медицина В качестве сырья для лекарственных масел традиционная медицина использует исключительно косточки, из которого получают масляный экстракт. За счёт мочегонного эффекта это масло может быть рекомендовано пациентам с целью выведения песка из почек. Однако предварительно необходима консультация врача, который учтёт показания и противопоказания, возможные побочные эффекты. Мякоть и корки использует нетрадиционная медицина во многих странах. Согласно некоторым концепциям, арбузы избавляют от отёков, противостоят гипертонической болезни, предотвращают запоры и другие. В китайской медицине считается, что арбуз выводит из тела все болезни, стимулирует процессы регенерации кожи. Чем может быть вреден арбуз? Как говорилось выше, арбуз – это смесь воды и быстрых углеводов. Но несмотря на низкую калорийность, переедание может повышать гликемический индекс, что не очень хорошо для пациентов, страдающих от сахарного диабета и преддиабетных состояний. Дело в том, что для выведения сахара организм вынужден тратить большое количество воды, а арбуз сам по себе обладает мочегонным эффектом. И, вопреки распространенному мнению, при помощи арбузов выводятся не шлаки и токсины, а минералы. Ещё один побочный эффект, связанный с мочегонным действием – провокация отхождения камней. Поэтому арбуз нужно ограничивать людям, страдающим от мочекаменной болезни. Арбуз не рекомендовано давать детям до трёх лет, и все дело в составе мякоти. Арбуз – не аллергенный продукт, однако в их составе нередко обнаруживаются нитраты. Взрослый организм вполне может справиться с ними, а вот детский – нет. Кстати, по этой же причине и взрослым не рекомендует выедать арбуз до самой корки, где и сосредоточены вредные вещества. Ну и главная опасность арбузов – отравление, лечить которые очень сложно. И причина как раз в нитратах и пестицидах, которые могут вызывать серьёзные и сильные отравления, и первые признаки проявляются уже спустя 1-2 часа. Поэтому не рекомендовано покупать арбузы раньше августа. Но если это скороспелые плоды, то нужно требовать у продавцов сертификат безопасности. Только так можно избежать отравлений. Во время перевозки и хранения на поверхности арбузов могут скапливаться огромное количество микробов. И перед тем, как нарезать арбуз, его нужно тщательно промыть под проточной водой. И желательно мыть корку арбуза с мылом. Берегите себя и будьте здоровы! Друзья, на этом всё. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!